Правительство Синза-Абе под огнем критики. На этот раз в центре внимания скандал вокруг министра обороны Тимоми Инада. СМИ сообщили о том, что в феврале этого года она распорядилась скрыть от общественности отчеты о миротворческой деятельности японских военных в Южном Судане. Контингент частенько от батальона нес службу в составе миссии ООН в африканской стране с января 2012 по май этого года. Изначально японские военные занимались там инженерными работами. Однако сначала с 2016 года, после того, как правительству АБА удалось провести через парламент законы об изменении статуса сил самообороны, контингент в Южном Судане получил право участвовать в военных операциях союзников. Японские СМИ заинтересовались ситуацией в африканской стране прошлым летом, когда там возобновились массовые межэтнические столкновения. Их запросы участились весной, когда Токио приступил к выводу своих военных. В Минобороны заявили, что он связан не с осложнившейся обстановкой, а с выполнением задач по восстановлению инфраструктуры. В министерстве отказались обнародовать отчеты о деятельности Саудовской континентка, сославшись на их ликвидацию. Правда, позже они нашлись в цифровом формате. Министр обороны опровергла обвинения СМИ в том, что приказала подчиненным скрыть записи. Тем не менее, в ближайшее время она даст показания по этому поводу в парламенте. Напомню, что из-за политических скандалов и непопулярности антитеррористического закона рейтинг правительства АБЭ за последний месяц снизился до минимума в 30%. Эксперты прогнозируют отставку сразу нескольких министров. Известная своими правыми взглядами и неактуальными высказываниями Томоми и Надо в числе главных кандидатов на увольнение.